Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это Криптоспай, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайт CoinGecko. И как мы видим, рынок зафиксировал маленькое изменение за последние 24 часа. Некоторые криптовалюты чуть выросли, другие чуть снизились. Но в целом я бы сказал, что идет возобновление восходящего движения. Итак, сегодня понедельник, мы проанализируем график биткоина. Текущая цена 56 581 долларов. То есть давайте перейдем к графику биткоина. И мы посмотрим на всех таймфреймах, что происходит, какие там тренды, какие формации, в каком направлении движется рынок и так далее. Конечно, мы начнем с месячного таймфрейма. До этого я убираю лишние элементы с графика. Итак, месячный таймфрейм. Текущая цена здесь 56 456 долларов. Очень хорошо знакомый нам месячный график. Сильный рост в начале года. В конце роста сформировался додж с длинными ногами. Последовала коррекция. Другой додж, бычье поглощение. Подтверждение бычьего поглощения в августе. После этого в сентябре сформировалась вот эта маленькая медвежья свеча, которая продолжила движение вверх, потому что были повышающиеся максимумы, также повышающиеся минимумы. И сейчас мы заходим во вторую треть текущего месяца. Вот она свеча за октябрь. Безусловно, она может поменяться. Но если она останется такой до конца месяца, это мощный бычий сигнал, потому что это большая бычья свеча, которая имеет максимум выше предыдущих и минимум выше предыдущих. То есть, если свеча останется в таком виде, это будет бычьим сигналом. Давайте сейчас посмотрим, что на weekly. Недельный таймфрейм. Рост, консолидация, коррекция, консолидация. В конце консолидации было бычье поглощение. Три белых солдата, возобновление восходящего движения. Движение вниз. Тут было медвежье поглощение, не идеальное. Мы все это обсуждали. В конце коррекции было бычье поглощение. И вот сейчас самое новое, тот факт, что вот свеча, которая сформировалась на прошлой неделе, имеет мощное бычье тело, имеет вершину выше предыдущих, имеет впадину выше предыдущих. То есть, этот бычий сигнал подтверждает разворотный бычий сигнал, происходящий на фоне бычьего поглощения. То есть, это подтверждение разворота тренда, точнее подтверждение возобновления восходящего тренда. То есть, вот что мы сейчас имеем на уикли. Подтвердился сигнал, свидетельствующий о том, что возобновляется вот этот рост. Конечно, он может быть зигзагом, но он подтверждается. Сейчас переходим на дневной таймфрейм. Дневной таймфрейм. Что у нас практически здесь есть? Цена идет вверх. Мы увидели, что на дневном таймфрейме, на уикли подтверждается бывший сигнал. Но мы должны понимать, что мы заходим в зону предыдущей вершины. Точнее, это all-time high или исторический максимум. И, соответственно, заходя уже в эту зону, это говорит о том, что да, тренд возобновляется. Мы идем вверх. Но в любое время здесь может появиться сопротивление, которое может надавить на цену. То есть, медведи могут надавить на цену. И, соответственно, нужно быть очень аккуратным. То есть, рост идет. Вот сигналы бычие, но психологически может здесь, в этой зоне, в любое время появиться сопротивление. Это на дневном таймфрейме. Сейчас я с целью и добавлю ключевые скользящие средние. Давайте посмотрим, где они находятся. Это первая, вторая. То есть, нам нужно 30-дневная или месячная на дневном таймфрейме. И, соответственно, следующая, это 90-дневная или трехмесячная. Итак, вот они, две скользящие средние. Что они нам показывают? Быстрая сверху, медленная снизу, бычий сигнал. И первая и вторая потихонечку идут вверх, бычий сигнал. То есть, они подтверждают движение вверх. Однако, если здесь, в этой зоне, предыдущей вершины, происходит некое медвежье давление, вдруг, мы можем ожидать, что, подтягиваясь вниз, цена, она получит поддержку на этих скользящих средних. И оттуда, соответственно, график отскочет. То есть, вот что я могу сказать. Ими сейчас можно пользоваться в качестве ключевой поддержки. Самая ближайшая, на уровне 47351 доллара. Но, бычий сигнал на дневном таймфрейме остается. Переходим на H4. До этого я убираю эти графические элементы. Итак, мы сейчас на H4. Что у нас есть? Первое. Вот она, предыдущая вершина. Нужно быть очень аккуратным. Здесь, безусловно, если по вершинам провести некую линию, вот такую, и по впадинам получится восходящий канал. Соответственно, если где-то появится в зоне предыдущей вершины некое сопротивление, допустим, потихонечку, если цена пойдет вверх, и оттуда будет некая коррекция, она может дойти до нижней части этой зоны примерно. Также на линии, соответственно, нижней линии канала. И там в это время будет и ближайшая скользящая средняя 30-ти дневная, и оттуда может возобновиться. То есть, если будет коррекция, можно учитывать этот сценарий, что все-таки при такой коррекции мы останемся внутри восходящего движения. Итак, это то, что я хотел затронуть в начале на 4-часовом таймфрейме. А так давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь было. Вспоминаем, был восходящий канал, тренд на коротких таймфреймах. Сейчас его нарисую. Вот он. Потом мы обсуждали коррективное движение, которое рисовалось в виде клина. То есть, этот клин вместе с этим столбиком рисовали бычий флаг. Классическая фигура продолжения тренда. В 70-68% из случаев мы увидели, что всегда она работает в качестве возобновления тренда. И здесь она сработала. Прорыв произошел. График пошел вверх. Сейчас возникает вопрос, как торговать по этим флагам. Мы это неоднократно обсуждали, видели. Но так как в ближайшее время не было возобновления тренда, может быть, несколько месяцев с того прошло. С апреля, с мая. Так что эти флаги хорошо мы вот здесь обсуждали. В феврале. Так что, вот давайте напомню. Вот он график. Сейчас мы это посмотрим. Вот здесь в феврале активно и январе обсуждали выход из флага. Сейчас схожая ситуация. Давайте поставим цели. Как это практически применяет трейдеры. Они берут высоту столбика, то есть ключевого тренда. Вот этого ключевого тренда. Накладывают такой же столбик от точки выхода или брейкаута, или прорыва из флага. И соответственно ставят цель. Вот та самая высота. Финальная цель по этому флагу, если она будет достигнутой, 68 тысяч, сколько получается там? 600, 700 или 80. Ну давайте скажем 68 тысяч 700 или 68 тысяч 800. Это финальная цель. Цель в идеальном случае. Но также применяются и уровни Fibonacci, чтобы поставить более маленькие цели, чтобы дойти до... посмотреть, какие более вероятные цели. Так что где у нас практически эти Fibonacci? Сейчас мы их найдем. Вот они. По этой волне новой мы ставим уровни Fibonacci и ставим следующие цели. То есть основные цели. Первое, конечно, вот они практически уровни. Первое, конечно, 38,2. Что это 38,2? 53 тысячи 887 у меня на графике. То есть получается, что даже 53 тысячи 700, 53 тысячи 700. Цель была достигнута. И следующее. 50 уровень по Fibonacci это 56 тысяч 600. Тоже цель была достигнута. И третья цель это 61 уровень. То есть примерно где-то вот здесь. 61,8, который находится на уровне 59 тысяч 500. Ну чуть ниже 60 тысяч долларов за цифровую монету. Я предполагаю, что раз эти две цели 38 уровень и 50 были достигнуты, 61 также будет достигнут. Уже будет ли в ближайшее время достигнута финальная цель? Не знаю. То есть будем за этим следить. Но на мой взгляд, если график сохраняет свое движение внутри вот этого восходящего канала, которое недавно мы рисовали. Безусловно, в ближайшие несколько недель и в течение месяца или двух мы дойдем и до этого уровня, на мой взгляд, если сохранится движение внутри восходящего канала. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Безусловно, я вам всем желаю отличной недели, хорошего дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdKid Spawn.